И ощутила под ногами толчки. Сперва откалённые, едва ощутимые, потом всё более сильные. Что это? Спросила она. Землетрясение? Прежде чем кто-либо успел ответить, раздался вопль, высванного вперёд разведчиков. Минуты позже затрещали, ломаясь деревья, и из леса вышел каменный великан высотой в три десятка стоп. «О боги!» – прошептала королева. «Что это такое? Голем!» – тихо проговорила Избель. «Гордость нильгаардских чародеев!» Будто в подтверждении этих слов из-за спины гиганта выступили солдаты, закованные в чёрные доспехи. Командовал ими мужчина, одетый в лёгкую тунику. Его ладони сияли голубым светом. «Дхиттенкван айн лириан!» – крикнул он, отдавая приказ атаковать. «Глоир айнард феайн!» Закрываясь щитом от свистящих стрел, Мэва прорвалась к чародею, который командовал чёрными. В ближнем бою магические арканы не могли равняться с мечом. Прорычала Мэва, нанося мощный удар. Клинок рассёк артерию. Залитый кровью нильгаардец пал на землю. Успел он прошептать, прежде чем его ладони перестали источать голубое сияние. А каменный великан с гулом рассыпался на куски. Когда после битвы улеглась пыль, королева велела обыскать лагерь нильфгардцев. В палатке чародея был найден редкий инструмент для связи на расстоянии, именуемый мегаскопом. Кристаллы, размещенные в латунных рамках, всё ещё были тёплыми. Значит, недавно с их помощью шла беседа. Вопрос только с кем? Избель! Королева вызвала к себе чародейку. Ты сможешь запустить эту штуку? Да, госпожа. Но вы уверены, что... Уверена. Принимайся за работу. Избель кивнула и начала настраивать магическое устройство. Наконец, что-то щёлкнуло, замигало, и перед глазами Мэвы предстал силуэт нильфгардского генерала. Нес аэдра камэ, Альбрих. Айрюль аэптхо. На всёобщем, пожалуйста. Я не знаю вашей речи. О, прости. Я думал, что говорю с кем-то другим. Приятно видеть тебя в добром здравии, королева. А может, лучше сказать, бывшая королева. Чем беспокоиться о моих титулах? Назвал бы свой собственный. О, разумеется, где мои манеры? Граф Ардаль Аэбдаги. Великий канцлер, командующий группой армий «Восток». Подозреваю, ты уже обо мне слышала. Конечно, слышала. Это ты, тот трус, который подсылает ко мне предателей, вместо того, чтобы сразиться со мной в бою. То, что вы считаете трусостью, я называю дипломатией, которая, признай, приносит отличные результаты. Сперва Лирия, потом Росберг и юг Эйгирна. Они заняты без больших потерь. Радуйся прошлому. Легкие победы кончились. Правда? Боюсь, тебя ждет неприятный сюрприз. Ты мне угрожаешь? Нет. Просто предсказываю события. Ну, довольна об этом. Зачем ты запустила мегаскоп? Что тебе надо? Я хотела увидеть, кто развязал резню в Эйгирне. Кто в ответе за смерть тысяч женщин, стариков и детей. Вот ты и удовлетворила свое любопытство. Это я дал приказ очистить эту страну от нежелательных элементов и подготовить к заселению. Нежелательных элементов? Ты говоришь о людях! Если бы ты взглянула на текущую войну с исторической перспективы, учитывая более широкий геополитический контекст. Впрочем, не важно. Ты никогда этого не постигнешь. Прощай, королева. Или, вернее, до свидания. Потому как, уверяю тебя, мы еще увидимся. В палатке стало тихо. Королева вышла наружу, прищурилась от бьющего в глаза яркого зарева над пылающими полями и поклялась себе, что когда она действительно встретится с великим канцлером Ордалем Аэбдаги, его голова покатится по песку. Когда отряд пересек небольшую речку, Мэва велела солдатам пополнить иссякающие запасы воды. Те вскоре вернулись с пустыми бурдюками и заметно взволнованные. Госпожа, у воды привкус крови. Не как у кровяной колбасы, знаете, а... горький. А что ж на? Мэве не осталось ничего иного, как двинуться дальше. Борясь с жаждой, королева размышляла, чем можно объяснить такой странный случай. Было ли... Наконец, она узнала правду. Следуя против течения, лирийцы дошли до небольшой заводи, на поверхности которой покачивались десятки трупов. Взгляд Мэвы застыл на теле молодой вилки. Женщины. Длинные волосы, струящиеся по воде. Широко раскрытые глаза, в которых отражается небо. Вздернутый нос, усеянный веснушками. И горло, рассеченное от уха до уха. Мы остановимся здесь, спокойно сказала королева. И похороним этих людей достойно. А ты, Рейнард, разошли лазутчиков. И пусть не возвращаются, покуда не выяснят, что здесь случилось. Солдаты вернулись спустя какое-то время, ведя басову мужчину, которого нашли в лесу. Тот утверждал, что он родом из Мрозов, расположенного неподалеку селения. И убитые крестьяне оттуда же. Госпожа, в деревню пришли нельфгарцы. Командовал ими генерал Врыгев, Энтот Ирод. Согнал всех на берег, всю деревню. И повелел всех убить, а тела в воду скинуть. Я один убег. Мэва выслушала селянина, передала его под опеку медиков, после чего велела свернуть лагерь. Она скакала в авангарде колонны, и Рейнард был рядом с ней. Королева сжимала поводья так крепко, что у нее побелели костяшки пальцев. Нам известно, где стоит этот Врыгев. По сообщениям вестовых, он разбил лагерь к востоку отсюда. Мы нанесем ему визит. Они убили всех, как в Росберге. Госпожа, умоляю, не прощай им этого. Лирийцы без труда нашли лагерь генерала Врыгев. Он был величиной с приличный город. Мэва остановила колонну и созвала совет. Первым взял слово Рейнард. У меня две новости, госпожа. Хорошая и плохая. Хорошая в том, что разведчики выяснили, где разместился генерал Врыгев, тот, что перебил жителей Мрозов. А плохая, под его началом сильный отряд. Он превосходит нас числом и лучше вооружом. Мне нет до этого дела, отрезала Мэва. Если я не покараю его за то, что он сделал, хотя бы не попытаюсь. Я больше никогда не смогу взглянуть на свое отражение в зеркале. Мы должны атаковать. Рейнард поклонился и отдал приказы солдатам. И в тот же день отряд Мэвы и войска под командованием генерала Врыгев сошлись лицом к лицу на поле битвы. Лирийцы выиграли сражение, несмотря на огромный численный перевес врага. Позднее историки сошлись на том, что Мэва победила благодаря легко вооруженному войску, которое отличалось лучшей маневренностью на пересеченной местности по сравнению с закованными в броню нильфгаарцами. Однако, по-моему, дело было совсем в другом. В лирийских сердцах крепли ярость и бешенство по отношению к той беспримерной жестокости, с которой нильфгаарцы относились к населению. И никто не олицетворял это зверство лучше, чем генерал Врыгев. Солдаты Мэвы были готовы покарать его любой ценой. Побежденный генерал предстал перед Мэвой. Королева желала знать, почему он велел казнить всю деревню, и что, по мнению нильфгаарцев, могло оправдать столь позорное деяние. Две недели назад я послал в Мрозы отряд фуражиров под командованием капитана Гайнора. Когда Гайнор проверял, сколько мужики собрали сена, они заперли амбар и подожгли его. Королева выслушала рассказ генерала. Ее лицо не выражало никаких чувств. И все же, это был лишь один человек. Врыгев поднял глаза и посмотрел на Мэву. Королева с удивлением заметила, что глаза его были мокры от слез. Да, госпожа, мой сын. В простых словах генерала слышались боль, скорбь и жажда мести, которую не утолить никогда. Королеве нужно было решать, как поступить с Врыгевым. Без сомнения, генерал заслуживал кары, притом самый суровый из возможных. С другой стороны, столь важного пленника можно было обменять на значительную сумму золотом, в котором армия Мэвы сейчас так отчаянно нуждалась. В конце концов, королева решила обменять генерала на выкуп золотом. Приняла ли она такое решение из жалости, тронутой слезами Нильфгаарца, или из чисто материальных побуждений, увидев в этом обмене прекрасную возможность набить сундуки? Сложно сказать. Ясно одно. Ее солдаты приняли решение королевы с огромным разочарованием. Они бросили вызов значительно превосходившей их армии Врыгево ради восстановления справедливости, а не ради денег. сохраняя спасенных ею из Нильфгаарцкого плена попросил ее поговорить с ним. Госпожа, позволь нам остаться тут. В Гармелине живут люди из наших краев, они нас приютят. Но сперва мы бы хотели поблагодарить тебя за то, что ты над нами сжалилась, и при том не раз. Ты знаешь, госпожа, у нас осталось не так много чего. Черные забрали все хоть чем-то ценное. Только одно прохладели. Этот амулет ходами хранил мою семью от зла. Пусть она теперь тебя хранит. Мэва уже хотела было сказать, что не верит в предрассудки простого Люда, но когда взяла костяную подвеску в руку, почувствовала исходящее от нее тепло. Крестьянин поклонился, а затем присоединился к остальным беженцам, которые направились в сторону Гармелена. Когда лирийцы были всего в пяти милях от Альдерсберга, на тракте, до той поры пустынном, стало тесно. Его вдруг заполнили крестьяне, грожане, раненые солдаты в изодранных мундирах. Они брели в противоположную сторону, таща на спине все свои пушки. «Альдерсберг сдается, госпожа», сказал один из беженцев, беспомощно разводя руками. «Внутренние стены пробиты. Король еще держит оборону в старом городе, но черные берут верх. Поворачивайте назад, пока не поздно». «Нам некуда вернуться, добрый человек», сказала королева, а затем пришпорила коня. «За мной!» Королева пустила коня таким галопом, что ветер выжимал слезу у нее из глаз. Вслед за ней мчалась вся лирийская кавалерия. Тракт загудел от копыт, а беженцы расступались по сторонам, уступая дорогу сбежащим садникам. «Быстрей! Быстрей!» Вскоре перед их глазами возник Альдерсберг. Над городом вставала алая займа. Ветер доносил оттуда вопли и лязг железа. Словое солнце Нильфгарда быстро обращало в пепел некогда величавый код. Отряд Нильфгардсов преградил лирийцам дорогу. Мэва даже не замедляя хода обезглавила пехотинца, который пытался стащить ее с седла рогатин. Голова в крылатом шлеме покатилась по земле, оставляя за собой кровавый снег. «Атаку!» крикла Мэва. «Кленных не брать!» «Ваше величество, это был лишь их арьергард». Лирийцам удалось разбить Нильфгардский батальон, один из многих осадивших Альберсберг. Лазутчики привели королеве пленника, отбитого у захватчиков. Мэва начала расспрашивать его о положении в городе. «Черные убивают всех!» Король велел вывести жителей госпожа, но сам отказался бежать. Он со своей гвардией забаррикодировался в старом городе. Там стены еще целые. Сказал, что будет сражаться до последнего! Мэва размышляла, что ей делать. Димавент, которого она приехала просить о помощи, сам нуждался в спасении. Силы Нильфгарда имели огромный перевес. У небольшого отряда лирийцев не было шансов выдержать осаду. Но отступить, сдаться, это было не в ее характере. Нильфгардцы не подозревают о подмоге. Райла, ты знаешь, Альдерсберг, отведешь нас в старый город боковыми улочками, так, чтобы мы не нарвались на основные силы Нильфгардской армии. Боительница кивнула и, не дожидаясь дальнейших приказов, направилась в авангард колонны. Рейнард в явном беспокойстве проводил ее взглядом. Но что потом, госпожа? Мы лезем льву в пасть и... И надеемся, что он подавится за мной. Чучело единорога. Любопытно. Что прикажете королева? Забрать его? Понятия не имею, зачем бы он мог мне пригодиться. Едем дальше. Отряд Мэвы ехал лесом, когда внезапно раздался протяжный голос рога. Один из наших лазутчиков? Спросила явно удивленная королева. Она повернулась в седле в сторону Рейнарда. Тот отрицательно покачал головой. Любопытно. Гаскон, возьми несколько своих людей из тех, кто не бросается в глаза. Пусть посмотрят, кто там подает сигнал и кому. Разведчики через минуту вернулись с рапортом. На соседней поляне разбили лагерь солдаты в мундирах Айдирна, подпоясанных черными кушаками с золотым солнцем. Командовал ими некий Фольбисон. Знаю этого типа. Вмешалась Райла. Фольбисон перешел на сторону врага со своим отрядом еще в первый день войны. Ваше величество, еще одного такого случая может не представиться. Накажем этих предателей. Мы должны дать ясный сигнал, который услышит весь север. От Яруги до Драконих гор. Объявила королева. Тот, кто сотрудничает с захватчиком, заплатит за это головой. Готовьте отряд к наступлению. Райла кивнула головой. Она явно была довольна. Лирийские солдаты окружили указанную лазутчиками поляну. Минутой позже в небо взвелась горящая стрела, сигнал к атаке. Предатели, вынужденные сражаться по правилам военной науки, познали превосходство лирийского оружия. Мэва собственноручно вышибла Фольбессона из седла, а затем подняла его за брало. Лирийский Лицо, которое она увидела, вызывало скорее сочувствие, нежели ненависть. Фольбессон был стар и болен, что было видно по его покрытой лишаями кожи. Старый рыцарь с трудом поднялся на колени, после чего вскинул руку в умоляющем жесте. Ваше Величество, окажите милосердие. Нильфгарцы принудили меня к измене. Они грозили мне пытками. Мэва чувствовала на себе взгляды солдат. Они ждали ее решения. Как поступит она с изменником? Действительно ли она велит его казнить в назидании остальным? Я распускаю твой отряд Фальбессон, а ты отдай свой меч и скатертью дорога. Изменник бросился в ноги королеве. Госпожа, вы проявили великодушие достойное выдающейся владычицы. Тысячу раз вас благодарю. На запад отсюда лежат мои земли. Навестите меня. Я устрою пир горой вашу честь и принесу щедрые пожертвования на дальнейшую борьбу с врагом. Мэва велела Фальбессону подняться на ноги. Лирийские солдаты нехотя расступались перед уходившим предателем, а когда тот поравнялся с черной Райлой, та плюнула ему под ноги. Отряд Мэвы достиг владений Фальбессона, изменника, которому королева даровала жизнь. Тот принял королеву с почестями, в парадных одеяниях, держа в руках поднос с хлебом и солью. Госпожа, высшая честь для меня принимать вас в моих скромных чертогах. Милости просим. Поросенок уже жарится на вертеле. Сейчас я пошлю в погреб за лучшими винами. Мэва, которая неделями питалась только солониной и кашей, склонна была принять приглашение. Однако черная Райла была сильно против этого. Королева, простите, если обижу вас, но есть состала предателя это глупость. Не делайте этого. Мэва проигнорировала предупреждение Райлы, а та, в свою очередь, отказалась участвовать в пиршестве. Королева вошла в усадьбу в сопровождении ближайшей свиты. Стол и впрямь ломился от изысканных яств, а вино лилось рекой. Фольбисон же произнес хвалебную речь в честь Мэвы. Хоть весь мир обойди, другой такой владычицы не найдешь. Столь же отважной и великодушной, сколи наивной! При этих словах из соседних комнат выбежали вооруженные до зубов нильфгаарцы. Мэва отпрыгнула от стола, в последний миг увернувшись отпущенной в нее стрелы и вынула меч. Пощади! Они меня заставили! Мэва ушла из-за подни невредимой, а Фольбисон дважды предатель окончил свои дни так, как того заслуживал. Рассеченный мечом в луже крови. Рейнард! Да, госпожа! Если еще когда-нибудь я захочу кого-то простить, забыть об измене, сказала королева, вытирая меч о праздничную скатерть. Прошу, напомни мне о пире, который устроил Фольбисон. Вскоре после этого королева отправилась в путь, обогатившись добром из имения вероломного лорда и ценным опытом. Черт бы это все побрал. Пользуясь замешательством, Мэва вместе с отрядом пробралась вплотную к стенам старого города. Защитники видели риски и хоругви почуяли неладное, но когда они заметили среди солдат черную райлу, сразу же опустили разводной мост. В старом городе было множество борделей и дешевых трактиров. Обычно по его темным улочкам бродили шкалеры и прочие искатели удовольствия. Теперь, однако, он кишел усталыми солдатами. Прибытие лирийцев явно их воодушевило. Воины из братских стран обнимали друг друга, обменивались байками, король Айдирна Димавент тоже не скрывал радости от неожиданной встречи. Мэла, уж кого-кого но тебя я здесь увидеть не ожидал. Ты прибыла мне на подмогу? Честно сказать, я прибыла за подмогой. Ну да, я слышал, что случилось у лирии. Постыдное предательство. Но, как видишь, и у меня не все рады. Да, сложно не заметить. Я думал, мы будем сражаться с черными на равных, что мы сойдемся лицом к лицу. Две недели. Вот сколько им потребовалось, чтобы уничтожить армию, которую я создавал всю жизнь. Ваше Величество, я не знаю, как сложится наша судьба, останемся ли мы в живых, но я хотел сказать, что восхищаюсь вами. Да? Вы эвакуировали город, но отказались бежать сами. Вы сражаетесь до самого конца, как герой. Да, разумеется. Король, как бы то ни было, должен служить примером для поддыха. Особенно во время войны. Рейнард, ты слышишь этот гул? Грохот подкованных сапог об лыжник. Надвигаются не левгарцы. Готовь солдат к бою. Так точно, госпожа. Ну ладно. А теперь, когда мы одни, что на самом деле происходит? Ты же слышала. Защищаю столицу как герой. Демавент, умоляю, не морочь мне голову, мы слишком давно знакомы. Почему ты остался? Эх, Мэла, столь же дотошная, с Колей прекрасная. Видишь это строение? Он там. Этот бордель? Фурпурная сорочка? Все верно. Так вот, только ты не смейся. Я его клиент. Я бы даже сказал, завсегдаты. Одна из тамошних девиц Домрока. Ах, как она восхитительна. С ней я молодею. Скорее глупеешь. Демавент, идет война, а... Дай мне закончить. Домрока забеременела. Ровно девять месяцев назад. Теперь, понимаешь? Роды уже идут. Начались схватки? Вчера. Сама понимаешь, я не могу ее так оставить и не могу перевезти. Значит, я должен удерживать город, пока она не родит. А потом что? Пригласишь нельфгарцев на церемонию наречения? Нет, моя дорогая. Здесь есть потайной туннель. Он ведет далеко за городом. Как только повитухи перережут пуповину, мы дадим деру. Димовент, ты рискуешь жизнями тысяч человек ради одного ребенка? Ради бастарда? Мэва, ради него я убил бы тысячи человек. Родился он в законном браке или нет? Это не имеет никакого значения. Это имеет огромное значение. Ведь он либо сможет претендовать на трон, либо нет. Ай, да я не об этом, а чувствах родительской любви. Ну, тебе этого не понять, у тебя всегда было ледяное сердце. Ничего удивительного, что Вильям... Госпожа, король, нильгарцы атакуют. Мэва, мы должны выстоять пару часов, не больше. Сделаю Союзники объединили силы. Им удалось удерживать старый город до тех пор, пока Домрокка не родила королю сына. Мальчик был здоровый и крепкий, и когда поветуха шлепнула его по спине, он завопил так громко, что заглушил шум битвы. Вскоре после этого защитники ушли из города по секретному туннелю. Мильгарцы мильгарцы в ярости оттого, что сквозь пальцы у них просочился не один, а двое владык севера, сравняли Альберсберг с землей. Благодарю тебя. Если бы не ты, черные перебили бы нас всех до единого. Я хотела бы сказать, что ты ничего мне не должен, но, по правде говоря, мне нужна твоя помощь. Помощь? Ты же видишь, моей армии больше нет. Мне нужно отступить, перегруппироваться. Отступить? Куда? Черные всю твою страну заняли. В Реданию. Меня примет Реданский двор. И что дальше? Ты будешь сидеть там и смотреть, как циркачи жонглируют яблоками, пока черные заселяют Айдирн своими колонистами? Мэва, нужно знать, когда дело проиграно, а когда начать контратаку. Нильгард развернул фронт. Скоро настанет зима. Их сожрут расходы. Год, два. Тогда мы ударим. И окажется, что империя – это колосс на глиняных ногах. Ты трус, Димовент. Обыкновенный трус. Может и так. Но имей в виду, что одной отвагой войну не выиграть. Нужны солдаты. А их у Нильфгарда попросту больше. Я так не могу. И? Что ты собираешься делать? Сражаться дальше, пока не выиграю. Или пока черные не разорвут меня на части. Боги, мне так жаль твоего мужа. Бедняге должно быть тяжко с тобой приходилось. Пока был жив, не жаловался. А теперь серьезно, Димовент. Ты правда не окажешь мне помощи? Никакой? Ну, я скажу солдатам, что если кто захочет, может идти с тобой сражаться дальше. Но не питая чрезмерных надежд, они измотаны. Мало кто явится. Ну и вообще, знаешь такую поговорку? Чуть только нужда краснолюда суда. Знаю и эту, и много других. Но сокровищем народной мудрости я предпочитаю дельные соображения. Например, что общего это имеет с моей ситуацией? А то, что в неделе пути отсюда Махакам, а там тысячи вооруженных до зубов краснолюдов, которые могли бы повлиять на ход войны. Да, если бы не их равнодушие к людским конфликтам. Они нам не помогут. Да что там, они меня даже туда не впустят. Разве что ты покажешь им это. Оловянное кольцо, символ дружбы, которую я получил от тамошнего старосты. Не скажу, что они примут тебя с распростертыми объятиями, но точно выслушают. А это уже кое-что. Что ж, я бы не отказалась от краснолюдских пехотинцев. Сделаю, как ты говоришь. По крайней мере, попробую. Отлично. Я дам тебе лучшего проводника. А точнее, проводницу. Райла! Да, ваше величество. У меня к тебе задание. Ты много раз бывала со мной в Махакаме и знаешь тамошние дороги. Отведи туда королеву Мэву и ее отряд. Это честь для меня, ваше величество. Я пошлю вперед гонцов, чтобы краснолюды ожидали вашего прибытия. А пока что... Удачи, Мэва! Надеюсь, что когда-нибудь мы спляшем на кургане императора Эмдыра. Хорошо. Но везти буду я. Ха-ха, разумеется. Прощай, королева. Мэва покидала Альдерсберг в дурном настроении. Димавент не помог ей, а отправил в Махакам. Дорогу на запад сначала освещала зарево пылающего города, а затем догорающие развалины придорожных деревень. Было ясно, что война с Нильфгаардом разгорается не на шутку. Каждого незнакомца принимали как врага, а столь радушные прежде альдернцы накрепко захлопывали двери перед путниками. Настроение в отряде было мрачным, и его не улучшил даже вид мелькавших в отдалении гор. Блуждая по пепелищам, Мэва ступила на земли краснолюдов. Чёрная Райла провела королеву с отрядом крутыми горными тропами к Махакаму, родине краснолюдов. Среди заснеженных вершин их уже кто-то ждал. Райла, ты привела чужаков! Габар, позволь представить тебе Мэву, королеву Лири и Риви. Ах, королеву? Ха-ха-ха! Ну что ж, тогда... Краснолюд не успел договорить, как в небе мелькнул чёрный силуэт. Все задрали головы и увидели дракона, который мчался в сторону горы Карвон. Это Кельтулис! Не бойтесь, он безобидный! Осторожно прервал молчание краснолюд, уже явно привыкший к таким необычным явлениям. А теперь садитесь, а то угощение остынет. Но этот... этот дракон... Диво, правда. Аж досада берёт, что гады вымирают. Не следует ли тебе лучше заботиться о своих собратьях? Того и гляди, он сожжёт Махакам. Кто, Кельтулис? Да нет, он и мухи не обидит. Живёт с нами веками. Ваше Величество, вам сколько ложек? Ни одной. Но благодарю за угощение, многоуважаемый. Эээ, да что там? Просто Габар. Рад с вами познакомиться. Габар. Представитель одного из самых влиятельных махакамских кланов. Зигринов. Он... своего рода провожатый. Для важных гостей. Очень приятно. Как я и говорила, благодарю за угощение, но сейчас у меня нет времени для бесед. Я должна как можно скорее поговорить с твоим владыкой. Не обижайся, но староста Брувер Гог сторонится встреч с людьми, даже с коронованными. Но если ты напишешь ему депешу, я мог бы... Димовент отдал королеве свой перстень. А, но это совсем другое дело. Не многим людям мы позволяем перейти границу Махакама. Даже те, кого мы все-таки впускаем, должны оставить оружие у первых ворот, а вторые пройти с повязкой на глазах. Но ты прибыла с соловянным перстнем, символом дружбы и доверия. Посему мы примем тебя как свою. Староста в эту минуту на перевале, занят хозяйственными делами. Идемте, я проведу вас. Хотя Габбар был на две головы ниже лирийских пехотинцев, он на удивление легко двигался по пояс в снегу, в то время как люди за ним скользили по обледеневшим скалам. Мэва и Райла шли последними. Хорошая возможность поговорить наедине. Райла, благодарю тебя за помощь. Это честь сражаться рядом с вами, госпожа. Честь, которой я не могу пренебречь. Король Демавент велел мне провести вас в Махакам, но не дал распоряжений, что мне делать после этого. Поэтому, пока я не получу от него дальнейших приказаний, я хотела бы служить под вашим командованием. Разумеется, Райла. В такие времена я не стану пренебрегать ничьей помощью, а в особенности твоей. Благодарю, госпожа. А теперь вперед. Интересно взглянуть на этого старосту, Брувера Гога. Госпожа, у меня есть сведения строго для ваших глаз.